Здравствуйте! Это программа в центре внимания. Главные события недели глазами журналистов 10 канала. Я Евгений Симкин. И сегодня выпуска. В Мордовии при загадочных обстоятельствах гибнут подростки. Сейчас правоохранительные органы разбираются сразу в трех трагедиях. Насильственных следов смерти ни в одном случае не обнаружено. Получается причина в чем-то другом. Незаметные для полицейских, но такие важные для всех нас доказательства человеческого равнодушия пыталась отыскать Людмила Кусерова. Рога и колеса. Саранск купил 30 троллейбусов по цене 15, за счет чего удалось сэкономить. И когда новый электротранспорт повезет первых пассажиров? В депор решили снимать только нашему каналу. И никому больше. Эхо Чернобыля. Как сейчас живут ликвидаторы последствий страшной аварии. И кто мешает им поставить памятник в центре Саранска? Спустя 31 год с момента взрыва реактора о трагедии стараются забыть. В темное прошлое страны советов вместе с теми, кто до сих пор во сне видит Припять. Заглянула я, Людмила Чекал. Сказка о потерянном времени. Карьера дзюдоиста Роберта Мшвидабадзе пошла в гору после того, как он покинул Мордовию за козни местного Минспорта. Кто накажет Владимира Киреева за невнимание в президентской дисциплине? Дашкина весна. Косуля, которая всю зиму жила у отяшевского лесника, вернулась в дикую природу. Почему она все равно будет приходить к человеку? Знаем только мы. О режиме Лукашенко, творчестве и музыке расскажу вам я, Лариса Саулина. И Павел Булатников из группы Трубецкой. Жуткие вещи происходят с детьми и подростками в регионе. Мордовия еще не успела отойти от родителей со школьницей, которую нашли в пруду. Как одна с другой посыпались новые беды. На этой неделе в недостроенном здании в районе улицы Солнечной нашли труп 16-летнего юноши. И рядом с ним газовые баллончики. И вряд ли они ему нужны были, чтобы горелку разжигать. В пятницу у страшной вести Чамзинки там повесился 16-летний ученик техникума. О том, что в подростковой среде творится что-то неладное, мы рассказываем уже третью программу подряд. И только сейчас на наши вопросы согласились ответить Министерство образования Мордовии. Не сам министр Евгений Маркачев. На сложный разговор решилась его заместитель Галина Явкина. Руководитель ведомства, наверное, создан для чего-то другого. И, возможно, у него развивалась особая форма слепоты. Чиновничья слепота. Это когда государственный муж обладает очень избирательным взрением. В нашем случае он видит только позитивную, перспективную молодежь. Остальной пусть займутся замы и полиция. Пока правоохранительные органы разбираются уже в трех трагедиях, наш спецкор Людмила Кусерова отыскала незаметные полицейским, но важные для всех нас доказательства человеческого равнодушия. Синеману, Илья Дейне, Саранцы. Декабрь 2016-го. Первенство Мордовии по боксу среди юниоров. Илья Дейник – один из фаворитов этого боя. Тогда он занял второе место. Спустя всего несколько месяцев его найдут в мертвом заброшенном здании на светотехстрое. И подумают, возможно, спортсмен баловался газом. Попасть в это строение можно только через окно. Двери заложены кирпичом. И просто так, ради любопытства. Ну, просто незачем этого делать. Простой прохожий сюда не пойдет. Из всего этого получается очень укромное место, где подростки могут делать что угодно. У них здесь стоит лавочка, можно посидеть, отдохнуть. Бетонные стены – простор для творчества. А если спуститься вниз, то вообще никто ничего не увидит. Возможно, также Илья Дейник спускался по этой ржавой лестнице в последний день в своей жизни. Внизу прямо идиллия подпольной жизни Илью Дейника здесь нашли однокурсники – студенты Саранского автомеханического техникума. Двое подростков пошли, как они говорят, в туалет и увидели труп. Пошел к этому зданию как раз, увидел, он стал около окошка, говорит, иди сюда. Я говорю, давай быстрее, говорю, поздай мне учебу. Это иди сюда, что я, говорит, не шучу. Я подхожу, он говорит, тут труп лежит. Мы посмотрели, там где-то кто-то лежит на спине, и руки по бокам были, и глаза закатаны. Точную причину смерти пока не установили, но версию убийства полицейские отодвинули на второй план почти сразу. На теле подростка не нашли следов насильственной смерти. Зато рядом с погибшим криминалисты увидели баллончик с газом. С телом подростка был обнаружен баллончик с ожиженным газом для портативных газовых устройств. В ходе проведения проверочных мероприятий будет изучен круг общения несовершеннолетнего. Будут установлены его друзья и знакомые, которые будут опрошены. Кроме того, с целью установления точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. Саранский автомеханический техникум и школа бокса Москаева – главный круг общения Ильи Дейника. Здесь он учился на первом курсе, там тренировался. Родом был из Нижегородской области. Семья неблагополучная. Но одногруппники рассказывают, юноша был с виду приличным. Жил в общежитии, много времени уделял спорту. В то, что увлекался токсикоманией, никто не верит. В то, что мог сам наложить на себя руки, тем более. У него планы были, работать хотел ли, подработать, какие-то личные вещи, нужды. Да он был спокойный. Мы его не замечали. Вот так вот. Илья. А есть он. Вот он рядом. И все. Сам всегда о себе там ходил. А вот педагоги во всем винят семью. Директор техникума рассказывает, у мальчика не было достойного примера для подражания. Отец ведет, а социальный образ жизни мать фанатично верит в Бога. За младшими братьями постоянно наблюдает полиция. И только тренер по боксу готов был сделать из своего подопечного настоящего человека. Но не успел. Это однозначно виновата семья. Естественно, мы можем повлиять на это. Но поскольку, поскольку. Здесь, тем более в общежитии, в принципе, у нас всегда порядок. Всегда они приходят вовремя. Если что, у них ведется документация о том, что кто присутствует. Что если вдруг что-то нет кого-то. Есть телефоны обязательно у родителей. Если у кого одна мама или у кого-то папа с мамой, то туда перезванивают. И утверждают, что они, если домой поехали, вдруг нечаянно. Обычно отпрашивают. Вот и Илья Дейник уехал домой на неделю после приезда. Мельком появился в общежитии. А наутро его нашли в заброшенном здании. Продолжаем рассматривать это укромное местечко. Впечатления, честно говоря, неприятные. Похоже, обитатели этого заброшенного здания вели достаточно активный образ жизни. Здесь валяются шампуры. Здесь, возможно, жарили шашлыки. Здесь есть кострища, пластиковые бутылки. Возможно, алкогольные лапитки. И вот, скорее всего, причина последней трагедии. Это банки из-под газа. Здесь их около десятка. И примерно столько же еще снаружи здания. Передозировка или самоубийство – это выясняют правоохранительные органы. А в учебном заведении теперь знают, где могут прятаться их воспитанники. Раньше пристанищем служило другое заброшенное здание. И подростки облюбовали недостроенные помещения. И в нем, возможно, новый вид токсикомании, отравлений пропаном. В этом случае исхода два, сообщает интернет. Либо мгновенная смерть, либо гарантированная инвалидность. Осознавал ли серьезность этого шага Илья Дейник? Теперь уже никто не знает. Галина Явкина – одна из тех немногочисленных чиновников Мордовии, которые о проблемах молодежи предпочитают не молчать. Даже министр образования, как мы не уговаривали, так и не отважился посмотреть правде в лицо. Возможно, его тонкой душевной организации чуждо все плохое и некрасивое. А ведь вопросов у общественности накопилось много. Например, осознают ли там наверху, что до их высокой колокольни в последнюю очередь доносится похоронный звон. Та информация, которая приходит, подчас мы даже не знаем иногда, как принять эту информацию или проигнорировать ее и не обращать на нее внимания. Ну, подумаешь, несчастный случай произошел. В Саранске произошел, в Чамсинке несчастный случай. Там несчастный случай произошел. В соседних регионах последние прессы учитали очень серьезные банды, сформированные с четвероклассников, банды в черном. Или бежать и любой ценой спасать эту ситуацию. Конечно, второе – спасать ситуацию. Потому что от реакции нас, взрослых, от родителей, педагогов, общественности, от умения нашего услышать, понять и принять, и понимать, какая сегодня подростковая среда, зависит порою не только здоровье, а жизни подростков. Теперь в Министерстве образования зорко следят за социальными сетями и к тому же призывают педагогов и родителей, составляют специальные методики работы с разными подростками. А вдруг один из методов работает? Мы думаем, что с 1 сентября этого года, учебного года, мы обязательно достигнем этого, чтобы во всех школах сегодня были психологи. Экономить на этой штатной единице сегодня ни в коем случае нельзя. Потому что эта штатная единица, психолог сегодня, как никогда, нужен в наших образовательных организациях. И не просто занимать эту штатную единицу, а именно этот человек, который понимает этот подростковый возраст, слышит, понимает, принимает. И человек, которому подросток, иногда он родителям может не открыться, а педагогам не может. Но вот этот психолог сегодня должен обязательно, как настоящий друг для этих детей и взрослый человек, который понимает, какие риски и угрозы сегодня существуют. Смог бы психолог, будь такой специалист, в Саранском автомеханическом техникуме разглядеть в спокойном, дружелюбном и спортивном парне самоубийцу или токсикомана. Неизвестно. Ведь даже те, кто жил с ним в одном общежитии, не разглядели ничего плохого. Пока мы обсуждали эту тему, в поселке Комсомольске Чамзинского района произошла еще одна трагедия. Повесился подросток из благополучной семьи. Кто и что заставило его это сделать, по традиции выясняет следствие. Людмила Кусерова, Сергей Бебинов, программа «В центре внимания». Это была черная неделя. В четверг стало известно, что умер известный и обладающий определенным авторитетом в городе человек Сергей Гурьянов. Как утверждает наш источник в следственных органах, обстоятельства смерти похожи на самоубийство. Есть информация о предсмертной записке, которую оставил Гурьянов. В ней якобы говорится о том, что уход добровольный. Там же просьба никого не винить. Тело скульптора в его мастерской обнаружили родные. Мастер повесился на дверной ручке. Следственный комитет проводит проверку по этому факту. Сергей Гурьянов был широко известен не только в профессиональных кругах. Его работы установлены в разных городах России. Это Пенза, Саранск, Самара, Москва. В планах у него было создание целой серии скульптурных портретов для столичного парка «Патриот» под эгидой Минобороны России. Кроме того, он был известен как успешный бизнесмен, поэт и меценат. Родные Сергея Гурьянова сообщили, что ошеллены и подавлены. Ну а коллеги говорят, что это огромная потеря и для профессионального сообщества, и для поклонников его творчества. Но были на этой неделе и хорошие новости. В Саранск прямо сейчас привозят новые троллейбусы. В день их поступает несколько штук, и всего в столицу до 7 мая должны приехать 30 таких машин. Это знакомые и водителям, и нам пассажирам модель энгельского завода «Троллза» «Оптима». Троллейбусы не только новые, они еще и удобнее предыдущей партии. На случай морозов там пять обогревателей, для спасения от жира кондиционеры. Кроме привычного речевого информатора, электронного табло, есть еще и видеомонитор, троллейбусы низкопольные. У них есть пандусы, площадки для инвалидов-колясочников, у водителей тревожная кнопка для всяких нештатных ситуаций. Еще одно новшество – четыре камеры видеонаблюдения, две в салоне и две снаружи. Наличие этой техники позволит обновить городской троллейбусный парк. Машины, прослужившие дольше 15 лет, уже будут списаны. Кстати, на покупке троллейбусов городской бюджет сэкономил порядка 150 миллионов рублей. Каждая машина Саранску досталась за полцены, благодаря участию и победе в федеральной программе поддержки автомобильной промышленности. Такой же поддержкой сумели воспользоваться лишь два российских города. Вместе с нами, похожие троллейбусы за полцены купила Казань. Общая сумма закупки составила 171 миллион. Но поскольку мы участвовали, и не просто участвовали, а и победили в федеральной программе, правительство Российской Федерации компенсировало заводу-производителю на каждую единицу техники, в данном случае троллейбуса, по 5 миллионов рублей. Поэтому каждый троллейбус нам обошелся ровно в полцены. На неделе вспоминали еще одну страшную дату. С момента взрыва на Чернобыльской АЭС прошел 31 год. Тогда в обиход вошло слово «ликвидатор», так называют каждого из 800 тысяч человек, которые приехали в Припять со всего Союза. Только из Мордой туда отправились полторы тысячи человек, и больше половины из них уже умерли. Как живут уцелевшие ликвидаторы, и помнит ли кто-нибудь о них сейчас? Репортаж Людмила Чекал. Если бы еще живыми стать, тем, кому жить дано было, у каждого человека своя высота. Наша высота — Чернобыль. Василий Федосеев пишет о Чернобыле, потому что сам в 86-м был ликвидатором аварии. Его бригада обслуживала бетонные насосы. Поехал туда добровольно, хотел написать книгу о трагедии. Но в военкомате ему сказали, писатели нам не нужны, нужны водители и строители. Я говорю, ну хорошо, я плотник. Что, я не смогу там плотничать, что ли? Я деревенский мужик. И все, попал в Чернобыль. Август, сентябрь я был там. Неполных два месяца. Неполный месяц у меня получился выход к четвертому разрушенному реактору. Ну, хватанул радиации, что уже хватит, сказали. Василию Алексеевичу тогда было 37. Он воспитывал двоих сыновей. Подходил по всем параметрам. В ряды ликвидаторов призывали военно обязанных, старше 36, у которых уже есть двое детей. Ведь как потом радиация скажется на здоровье, тогда не знали даже медики. Не знали врачи, как подействует радиация. Мы, например, там начали на второй или на третий день, когда стали ездить к четвертому разрушенному реактору, стали кашлять. Идем, строим, и как овцы в Атаре. Понимаете, такая вот кашля. Потом начала болеть голова. Возле разрушенного реактора разрешалось находиться не больше двух минут. Но и этой дозы облучения за неполные два месяца хватило, чтобы заработать целый букет неизлечимых болезней. После Чернобыля, наверное, в Саранске нет ни одной больницы, где бы я не валялся. И в конце концов поехал в Крым, как мне посоветовали, сухое вино темных сортов винограда. Потом поехал выгонять радиацию сухим вином темных сортов винограда. Может быть, выгнал этим, может быть, чем-то другим. Ну и курить сбросил, и водку пить сбросил. А может быть, писателю просто суждено было выжить, чтобы успеть написать о своих товарищах-чернобыльцах. Особенно о тех, чья жизнь из-за полученных доз радиации прервалась слишком рано. Через пять лет после того, как побывали на станции, начали очень-очень умирать. Больше всего заметно было, что молодые умирают. В начале 90-х очень многие из моих друзей пошли туда. Из моей бригады осталось в 90-х годах три человека всего. А было 17 человек. О каждом из 1600 ликвидаторов из Мордовии Василий Алексеевич написал в своей книге памяти «Чернобыль и Мордовия. Грани касания». Всего у писателя около десятка книг и брошюр о чернобыльской трагедии и людях, которые ценой собственной жизни боролись с ее последствиями. Его книги – своего рода памятники героям-чернобыльцам. Вот только настоящего памятника ликвидаторам крупнейшей техногенной катастрофы в Саранске до сих пор нет. У меня есть такая идея, если будет памятник, то есть человек закрывает реактор своей грудью, а сзади стоит девочка, то есть будущая мать, и держит на руках шар земной в конце концов. Насчитывает 5 миллионов, но вряд ли в 5 миллионов может обойтись это все. Конечно, футболист там больше получает, но, может быть, и на памятник наберется денежек. Чернобыльцы Мордовии возлагают надежды на предстоящий чемпионат мира по футболу. Может быть, во время его проведения удастся собрать деньги на памятник погибшим ликвидаторам, если им разрешат это сделать. Этот камень был заложен в 1993 году, и уже 24 года надпись на нем обещает, что здесь будет установлен памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы. Но его по-прежнему нет. Все эти годы чиновники говорят чернобыльцам, что денег нет. На постройку памятника по самым скромным подсчетам требуется ни много ни мало 5 миллионов рублей. С каждым годом живых чернобыльцев становится все меньше. В Мордовии только за последний год ушли из жизни 128 ликвидаторов аварии. Да и тем, кто уцелел, побывав в эпицентре катастрофы, выживать приходится все труднее. Когда после трагедии прошло больше двух десятков лет, заслуги ее ликвидаторов стали потихоньку забывать. Путевки в санаторий теперь дают не каждый год, а один раз в три года. Но герои-чернобыльцы продолжают бороться за свое здоровье. И за дня в день принимают таблетки горстями, без преувеличения. Вот только последние полтора года дорогостоящие лекарства покупать приходилось за свой счет. Хотя выдавать их чернобыльцам положено бесплатно. В прошлом году и в этом году до конца апреля почти не было льготных лекарств по льготным рецептам. То есть бесплатных для чернобыльцев, ну и вообще, наверное, для всех инвалидов. А у чернобыльцев, не знаю, как у других, а у чернобыльцев иногда такое лекарство, что если его покупать, там никакой чернобыльской пенсии не хватит. Чернобыльцы ходят как по минному полю. В любой момент. Ну, это, конечно, зависит от того, у кого какая болезнь. Хотя у всех затронуты внутренние органы и затронуты сосуды. К концу апреля, по словам фармацевтов, льготные препараты в аптеке поступили. Правда, и сейчас еще далеко не все. Сейчас уже есть лекарства, да, для чернобыльцев? Ну, почему для чернобыльцев? Вообще льготных препаратов есть. Аллопенин, аммиадарон. Ну, аллопенин еще не вступал. Некоторая сердечная группа вступила. Сосудистые препараты поступают. Когда начали они поступать? Вот сейчас в апреле? В апреле, да. Ну, и в марте было немного. Федеральная льгота немного была. Региональная льгота частично поступала. Лепетическая группа вообще хорошо поступает. Вот так и живут нынешние чернобыльцы. Несколько раз в неделю наведываясь в аптеке, чтобы узнать, не появились ли для них лекарства. Им нужно совсем немного пожить. Хоть чуть-чуть подольше, чем отмерила им радиация. Чтобы успеть завершить то, что задумано. Если лекарства есть в аптеках, то спокойно более-менее чувствую себя дома. Главное, чтобы не волноваться, никаких особых переживаний. Хотя переживать приходится. Я, например, начинаю писать про чернобыльцев. Опять все это переживаю. Все это в душе происходит. Людмила Чекал, Александр Данилов. Программа в центре внимания. Давненько мы не говорили о спорте, а уж тем более о дзюдо. Я подчеркиваю, о дзюдо говорить очень важно. Не только потому, что это олимпийский вид спорта. Мы все знаем, кто очень любит дзюдо. Раньше любили теннис. А с 2000 года дзюдо. А еще мы знаем, кто к этой дисциплине, похоже, равнодушен. И это постоянный персонаж нашей программы. Министр спорта и физкультуры Мордовии Владимир Гаврилович Киреев. Господин министр упустил чемпиона Роберт Мшвидабадзе. Которому долгое время считали своим спортсменом. Однажды покинул Мордовию. И после этого стал чемпионом Европы. И эта победа ушла в копилку Оренбургской области. У нас есть видео, как его встречали и чествовали. Именно в Оренбурге Мшвидабадзе получил то, чего ему не хватило в Мордовии. Местные тренеры сейчас пытаются убедить себя, что не велика потеря. Только вот потери на самом деле велика. Оренбург ему предложил больше. Ну, переманили. Он приехал в Чудайск, обозначил сумму. Ну, мы согласовываясь с Минспортом, ну, не смогли под него выбить эти средства, контракт. Соответственно, он стал выступать за Оренбург. А за нас он выступал вторым зачетом. И, ну, это было до меня, еще к руководителю здесь было другое. Значит, ему поставили ряд там, значит, условий, что он как бы должен выполнить. Ну, это, соответственно, участие в Олимпиаде туда и дальше. Ну, вот как-то одно время он как-то вот нигде ничего не выполнял. А когда срок закончился, продлевать у него основания вообще не было. Зато были основания победить на главных соревнованиях Старого Света. Причем в одной из самых сложных визовых категорий. До 60 килограммов. Поэтому на слова Юрия Сенина спортсмен обиделся. Да и кто бы на такую не обиделся. Так мне обидно стало, что он так говорит. Типа, я шестой номер был, когда я уехал. И так далее, и так далее. Честно говоря, вот кто там сидит, и тренера, и директора ничего не делают. Ничем не помогают. За то, что кто-нибудь результат сделал. Вот приезжал я из Боров. У меня тренера не было, чтобы я не останавливался дома, чтобы я тренировался. Один у меня человек был там, Архипов. Вот этот человек только помогал мне. Понятно, что это у него эмоции. А вот оренбургский наставник чемпиона Европы Игорь Терсков подходит к вопросу с чисто профессиональной точки зрения. Мордовия, то есть она получила спортсмена достаточно высокого уровня. И реально нужно было просто обеспечивать процесс его тренировочный, в полном объеме. А когда спортсмен чуть ли не в полоскартном вагоне ездит в поезде, то это несколько неправильно. Тренироваться в Оренбург Роберт Мшведабадзе уехал еще в 2013 году. Но отношения с мордовским спортом поддерживал до конца 2016-го. По крайней мере номинально. У вас там такая практика, спортсмена как бы там некоторое количество денег там чуть-чуть ему платить и держать его на параллельном зачете. То есть у нас был параллельный зачет с Мордовией до 31 декабря 2016-го года. Но дело в том, что за последний год они вообще ничего не платили. Хотя обещали. Ну пусть небольшие деньги, даже эти небольшие деньги мы никто не платил. В итоге сейчас параллельного зачета нет. Мордовия в этом уже не участвует. Но она и толком никогда не участвовала, начиная с 2013-го года. Сам Роберт говорит, платить-то платили, но частенько задерживали. Когда на два месяца, когда на три. Несмотря ни на что, Мордовия вспоминает с теплотой, называет вторым домом, но вот возвращаться не собирается. Нацелился на чемпионат мира, его можно понять. Наши спортивные чиновники тоже нацелились. Теперь уже на других перспективных дзюдоистов. Вот только нацелены ли теперь чужие дзюдоисты и другие спортсмены на Мордовию. Пока министром по борьбе со спортом остается Владимир Киреев, вряд ли кого получится заманить хотя бы в параллельный зачет. Дашку отпустили. Напомню, Дашка это молодая косуля, вы с ней познакомились. Благодаря нашему эфиру еще в прошлом году. Тогда дикое животное после неудачной встречи с комбайном-косилкой попало к биологу и охотинспектору Виктору Абрамову. И он на самом деле спас бедную косулю. Ран у трехнедельного малыша было немало, сильно поврежден бок, отрезана часть уха. И вот спустя чуть больше полугода Дашка окрепла, подросла и главное, говорит Абрамов, долгой адаптации ей не потребуется. Она готова к знакомству с большой и непростой землей. Биолог уверен, ему удалось сохранить у косули навыки, необходимые для выживания в дикой природе. Зимой животное каждый день гуляло в полях, питалось хвойными ветками. Но спасти вот так одну жизнь это полдела, говорит охотинспектор Виктор Абрамов и предлагает, в год экологии в России создать в Отяшевском районе заказник для сохранения животных. Сейчас в лесу Абрамовского кордона водятся сибирские европейские косули, зайцы, лоси, кабаны, куропатки. Их всех потом лесничий зорко охраняет. Но численность все равно неуклонно падает. Стоит животным выйти за пределы кордона, их тут же отстреливают. Вот такова жестокая реальность. Что касается уже родной даже для нас Дашки, то косуля далеко от людского жилья вряд ли уйдет, особенно в первое время. Признаюсь, расставаться своим спасителем животное явно не спешило. Свобода, она, конечно, только сладкая, но, вероятно, не такая вкусная, как овощи, которыми ее кормили. Виктор Абрамов пообещал в первое время помогать с обедом, но дикое животное все же должно жить на свободе. Ну, как не жалко? Жалко, конечно, но ладно. Ей на свободе будет лучше. Да, на свободе будет лучше. Она все же животное лесное. Ей лучше. Ну, будем, конечно, охранять. И, думаю, даст приплог. Просто будет восполнять Охоту Годи, численность зверя в Охоту Годи будет восполнять. Единственный концерт в Саранске дал Трубецкой, но не Ляпис. В 2014 году группа распалась. Сергей Михалок, бывший фронтмен, которого знали и любили на всем постсоветском пространстве, решила образовать другую группу. Называется она, простите, Брутто. Музыканты бывшей легендарной группы под руководством второго солиста Павла Булатникова теперь выступают под названием Трубецкой. Булатников дал эксклюзивное интервью 10-му каналу. Наша Лариса Саулинна задала ему не самые удобные вопросы. Итак, к нам приехал Трубецкой. Музыканты бывшей легендарной группы под руководством второго солиста Павла Булатникова. Зачем в 2014 году нужно было резать курицу, которая несла золотые яйца? На этот ваш вопрос я больше не дам однозначного ответа, потому что Сергей принял решение, что в рамках группы Ляпис Трубецкой ему тесно. Он захотел делать что-то другое. И поэтому на пике группа прекратила свое существование. Я думаю, что вопрос, конечно, правильнее доставать ему. Ну давайте под домыслы какие-то устроим. Я говорю, что человеку стало скучно. То есть есть проект, который приносит деньги? Ну, захотелось, может, другой самореализации, я не знаю. И в результате была образована группа Брунта, да? Да, все верно. Мало кто знает, и она пока еще не на пике популярности той былой. Возможно, наберет или нет, мы тоже не знаем, да? И мы тоже пока... Как вы вышли с этим названием? Как вам удалось выцарапать часть хотя бы названия? Нет, просто когда мы расставались, то было принято решение, что глупо оставлять багаж песен, которые люди любят и знают, в никуда. И раз мы оставляем за собой возможность исполнять эти песни, то самое правильное, как мы решили, будет, дабы не висят людям, почему мы это делаем, ставить часть названия, Трубецкой, и тогда людям понятно, почему мы поем эти песни, почему это вообще может быть. После того, как не стал Оляпи Струбецкой, а стал Трубецкой, что изменилось в вашей жизни вообще? В аудитории, в залах? Ну, конечно же... Самое главное, что поменялось? Поменялось. Самое главное, конечно же, масштабы. Потому что, когда мы говорим о том, что группа Оляпи Струбецкой была на пике, то, естественно, мы хоть и оставили себе часть названия, тем не менее, это молодой коллектив, которому пришлось все равно начинать свой путь с самого начала. То есть мы до сих пор еще даже близко не подобрались к тому, что из себя представила группа Оляпи Струбецкой. Даже такой хороший опыт, когда ты в зрелом возрасте и вдруг опять начинаешь чуть ли не с нуля. Это тоже... Нет. Поначалу это может быть страшно, потому что всегда новое, и ты не знаешь, что из этого получится. А потом есть такая штука азарт, и ты начинаешь уже думать, почему нет. А в целом, ну, жить-то как-то надо, доиграть-то хочется, петь хочется. Ну, вот, в общем, вариантов нет. Что-то делать надо. Знаете, как говорят, глаза боятся, руки делают. То есть в этой ситуации, мне кажется, это как раз подходит. Но я смотрю, у вас стилистика тоже поменялась. То есть все-таки от более мягкой, ну, такой, танцевального, такой вот тяжелой танцевальной музыки, стало больше чуть металов, чуть рока, чуть трэша. Нет, самое главное, что нас отличает, то есть мы не используем духовую секцию, поэтому все аранжировки, они сделаны как бы такая настоящая гитарная музыка. То, что мы пытались, по крайней мере, сделать в своем альбоме. Да, мы, наверное, звучим чуть пожестче, чем Лепест-Рубецкой, но, вы знаете, мы, может быть, слишком долго играли с духовой секцией, и нам захотелось избавиться от духовенства, как мы ее называем. Да, да, да. Жестненько так ударить. Вы себя называете, я так посмотрела, на официальном сайте, белорусская супергруппа, да? Ну, так нормально, да? Скромно, интеллигентно, супер. Видимо, наши менеджеры посчитали, что это будет правильное название, пиар-менеджеры, а мы туда особо не вдавались, то есть и большого значения не придаем таким приставкам, супер, не супер, то есть это... Все понятно. Белорусская, тем не менее, колесите в России, колесите в России. Ну, мы не изменили свою родину, мы живем все так же в Минске. Ага, но там не выступаете. Почему выступаете? Выступаете? Да. Хорошо, в связи с этим, я думаю, одобряете ли вы нынешний режим и вообще политика Лукашенко, которого называют чуть ли не последним диктатором Европы? Вы, знаете, мы, когда создавали новый проект, мы сказали, что мы не будем нести социальщину и политику со сцены, но все свои взгляды и убеждения мы не поменяли, флаги тоже. Поэтому у нас никаких отношений с, скажем так, с властью, как и не было, так и нет. А власть у вас в этом время? Я не знаю. Я думаю, что мы живем в параллельных мерах. То есть она даже не знает о вашем мире? Я думаю, что они знают, но мы делали вид, что мы друг друга имеем в параллельных мерах. В каком жаре, можно сказать, что вы сейчас играете? Трэш? Нет, мы придумали, что это, как мы назвали, Heavy Dance Music. Ну, похоже, мне показалось. Ну, ладно. У нас своеобразное понятие о танцах у белорусов. Я не знаю, сложно какие-то рамки придумывать, потому что новый материал, который мы пишем, он вообще не тяжелый. Мы вдали больше сейчас в мелодичную музыку. Так что, ну, не знаю, по-живому виду. Величие моменты так же стоит Россия спустился с постаметом в прошедшем мире все. Это не все, о чем мы хотели рассказать, но все, что успели на время майских праздников, в центре внимания уходит на небольшие каникулы. Следующий выпуск в эфире 20 мая. Наше место в эфире займут другие, имеем интересные проекты, следите за анонсами, не переключайтесь. А мы нашлики. Продолжение следует...